Доброе утро, дорогие друзья, уважаемые зрители телеканала «Россия». И это утро мы проведем вместе с очаровательной, талантливой женщиной, которая в особом представлении, в общем-то, и не нуждается. Но имя, имя я ее утаю. Ну, по крайней мере, на то время, пока идет прогноз погоды на нашем канале. Давайте узнаем, какой она будет сегодня с пятниц. Субтитры предоставил DimaTorzok Днем 6-8 градусов тепла. С удовольствием представляю вам народного поэта Карачаева Черкесии, члена Союза писателей Российской Федерации, известного переводчика, журналиста, мою коллегу Фариду Седахметову, который об эти дни отмечает свой замечательный юбилей. Доброе утро, Фарида! Доброе утро, Галечка! Доброе утро всем! Чтобы сэкономить немножко наше время, его не так много, а с тобой разговаривать можно бесконечно долго, я предлагаю не касаться сегодня каких-то твоих биографических страниц. Абсолютно согласна. В конце концов, кто захочет узнать, где родился, когда крестился, как говорится, интернет в помощь. Давай поговорим все-таки о тебе, о твоем творчестве. Твой первый сборник стихов вышел в 1991 году на ногайском языке. Как-то в одной из статей, посвященных, безусловно, твоему творчеству, наш ныне покойный коллега, наш близкий друг Михаил Накохов написал, что для тебя поэзия – это способ самовыражения. Вот за эти 30 лет, даже не 30 лет, давай возьмем последние лет 5, за это время, не пропало ли у тебя желание творить, писать и таким образом самовыражаться? Нет, конечно, Галь, не пропало, потому что поэзия действительно, она во мне живет как необходимость. Вот я не могу не писать, и я никогда, я же не пишу специально для читателя своего. Конечно, я знаю, что он у меня есть, но я никогда не подстраиваюсь под него. Я все время пишу о себе, вот свои какие-то внутренние переживания. Конечно, за последние 5 лет очень многое изменилось, как и за 15, 20 и 30, потому что мировоззрение поэта меняется с возрастом, его отношение к жизни тоже меняется, его уже философская какая-то мысль давлеет над тем, что было в юности. Ты уже начинаешь задумываться, зачем ты пришел в этот мир как поэт, не просто как человек, а именно, что ты привнес в эту жизнь как поэт. И эта ответственность тоже большая увеличивается, ты чувствуешь вот эту нагрузку, что на тебя люди не смотрят просто как на человека, они в первую очередь смотрят на тебя как на поэта и ждут от тебя какой-то такой реакции. Тем более вот в последнее время, а вот в связи с этой пандемией, у меня очень большой цикл стихов появился, которые так и называются, стихи, написанные в период пандемии. Почему вот этот момент, мне хотелось поддержать людей, что и в этот момент я уже писала не только о себе, а писала вот о той боли людей, хотела их как-то поддержать. Я ни в коем случае не хочу проводить ни параллели, никаких не сравнивать тебя с кем-то, но позволю себе высказать свое очень субъективное мнение. Твое творчество мне напоминает все равно творчество твоих, наверное, любимых поэтов – это Марина Цветаева, и Белла Ахмадулина, и Анна Ахматова. И не знаю почему, но мне кажется, что у вас родственные души. Ахмадулина и Ахматова у них от слова «Ахмат», от имени Ахмат идут их фамилии, но у Ахматова это псевдоним, а у Ахмадулина это ее родная фамилия. И вот у нее есть одно стихотворение, в котором пишется, что и ее, и мои имена были связаны корнем кромешным. Что же было мне делать, посмевшей, зваться так, как назвали меня? То есть, возможно, когда-то Ахматова упрекнула Ахмадулину в чем-то, или что-то между ними было. Вот я читала когда-то воспоминания, и вот где-то эта боль у Ахмадулиной промелькнула в воспоминаниях, что Ахматова была как-то в какое-то время к ней несправедлива, потому что так получилось, что именно в то время, когда в зените славы была Ахмадулина, Ахматова как раз была в Апале, и их часто начинали сравнивать. И вдруг, а моя фамилия Седохметова тоже от слова Ахмед получается. На Ногайском языке Ахмат это татарское, а Ахмед Ногайское. И у меня родилось такое стихотворение, вот сейчас, если я его быстро найду, что как посмела я, как бы попыталась стать в ряд с этими людьми. И вот у Цветаевой тоже есть одна такая строка. «Руки, которые не нужны, милому нужны миру». И вот много незваных на царский пир, надо им спеть на ужин. Вот это все, вот эти все строки, они как-то трансформируются во мне. Я их все время про себя перевариваю, и, возможно, вот из того, как я воспринимаю эти стихи, рождаются мои собственные. Вот это стихотворение как раз. Уж не гадали вы и не думали, Как снег среди лета вдруг Седохметова, Да после Ахматовой и Ахмадулиной Полноте не насмешкаль это. Вы простите, что имя свое неприметное, Как кусок слюды до среди жемчужин Нанизала на ниточку эту светлую. Как посмела петь, не звона на ужин. По веленью мне или по наущению Я пронзила сердце серебряной нитью, Той, что вас вела к боли и прощению. Вы зато меня, сестры, не кляните. Я замкну уста, я развею крылья, Я допью до дна с горьким ядом чашу За надежду стать солнечной пылью, Что горит в лучах тех имен ваших. Как здорово, аж мурашки по телу. Ну, это от души. Я же говорю, что ты вот рядом с ними, Какими бы великими они ни были. У вас, на мой взгляд, мироощущение одно. Ты знаешь, между тем, конечно, безусловно, Ты, наверное, прежде всего, нагайский поэт. И твоя сиюмпике, и вообще, мне кажется, Из твоих уст просто голос нагайской степи раздается. Но я в тебе углядела еще очень женского поэта. Причем поэта для женщин, Которые, ну, скажем так, категория 40-45+. Для женщин, у которых есть своя уже жизненная история, Которые пережили потери, расставания, предательства. И, мне кажется, любая из нас, Прочитав твои строки, скажет, Боже мой, да ты же про меня. Это же про меня написано. Откуда она знает, что было со мной в моей жизни. Вот откуда? Откуда в тебе это познание, Это знание женской психологии, женской души? Это твоя какая-то жизненная история, Жизненные ситуации, твои переживания, Может быть, твои предательства. Понимаешь, в некоторых твоих стихах Все оголяется. В какой-то степени у нас это не принято, Говорить о вещах интимных, Стихотворных, не в той степени интимных, Как принято понимать сегодня, Каких-то сексуальных отношениях Между мужчиной и женщиной. Интимным в плане души. Да, да, да. Откуда это в тебе? Я, наверное, потому что я всю жизнь читаю. Галя, я читаю, и я с самого детства, Начиная где-то с шестого, седьмого класса, Я читала очень много откровенных вещей И в европейской драматургии, скажем так, В поэмах, древнегреческой мифологии, И вот в этих трагедиях. Там это было все очень пронзительно. Конечно, возможно, то, что я начала писать на русском языке Намного раньше, чем на родном, Ну, на несколько лет, скажем так. Я традиции нагайской поэзии, В то время, когда я начала писать на русском языке, Не знала еще достаточно хорошо. И я воспитывалась именно на русской и на зарубежной классике, В первую очередь. И когда читала и видела вот эту откровенность, Я считала, что это так и должно быть. Значит, если кто-то это сказал, Значит, и я могу сказать, Но я могу сказать только о себе. Потому что, действительно, я же говорю, Все, что я пишу, это чисто мой жизненный опыт. Но жизненный опыт приходит не только в 45 лет. И первые предательства, и первая любовь, И первые разочарования наступают и в 20, и в 15 лет даже. И после этого, когда ты это переживаешь, В первую очередь, это необходимость выразиться. Выразить свою боль и разочарование. Но не настолько так, чтобы кого-то действительно... Не хочу, чтобы кто-то плакал на взрыв. Но я хочу, чтобы у кого-то родилась какая-то легкая грусть, Воспоминания о прошлом. Все потом, оказывается, все приходит в сравнение. И когда ты проживаешь 10-15 лет после того предательства, И вот в твоей жизни наступает какая-то другая фаза, Ты понимаешь, значит, тогда это так и должно было быть. А ты-то думала, что это все, что жизнь кончена, Что ты уже никогда никого не полюбишь. А оказывается, нет. Приходит новая любовь. Приходят новые чувства. Конечно, приходят и новые разочарования. Но ты с каждым витком этот опыт тебя обогащает. И ты как-то уже, возможно, легче воспринимаешь, Что не так остро, как это было, скажем, в 20 лет. А в 45 ты на это смотришь уже такой с философским взглядом. Есть, конечно. Вот могу принести одно из не очень известных стихотворений, Которые, можно сказать, пронзительные, скажем так. Для меня самой они даже неожиданны. Но они выражают именно вот эту мою мысль. Не вернешься ты назад. Ты и был несовместимый. Уходя, не прячь глаза. Ты мой тыл, мой трон, мой стимул. И я не знаю, мой родной, кто сильней, Но я бездонней. Ты волна, ты бьешь больней Тыльной стороной ладони. Вот это открытая боль, скажем так. А вот есть другое. Это уже как бы стихотворение Благодарность человеку за то, Что он пусть подарил разочарование, Пусть оставил после себя боль, Но он оставил и огромную любовь, Которая стала причиной многих стихотворений. Встретились, сердце не дрогнуло, Все-таки разлюбило. Или мгновение дорого Сей неизбывной силой. Взгляд не коснулся глаз твоих, Сели, глаза потупив. Слов бесконечно ласковых Скоро поток наступит. Сколько же весен минуло Серых, глухих, безмолвных Благодарю, любимый, Лучших стихов виновник. Браво, Фарида! Я вижу в руках у тебя Новый сборник стихов, правильно? Да, это мой новый сборник, Который вышел буквально Несколько месяцев назад. Ты помнишь мою книгу «Менам Дуниан, мой мир»? Она, в принципе, построена так же. Здесь, можно сказать, Одна треть – это стихи И поэмы, написанные На родном языке. Это все, почти все, Что я посчитала Важным для себя, Написанное на русском языке. И здесь переводы Классики Нашей средневековой поэзии Переводы, эпос «Эдеге» сюда вошел, Песня «Свимбике», которую ты упомянула, И переводы, Неизвестные переводы наших Ныне знаменитых, скажем, Поэтов Кадрии, Гамзата Аджигильдиева, Иссыка Паева. Вот я постаралась, Вот она у меня такая Объемная получилась, И я, для меня это, Ну, большой труд, скажем, Все, что здесь собрано, Все, что я сделала Более чем за 30 лет. Вот начиная с первых моих стихов, Тут маленький раздел, Который называется «Гудермеская тетрадь», То есть те стихи, Которые мне были напечатаны, Когда мне было всего 17 лет, И они сюда вошли тоже. И, конечно, Это для меня очень дорогой сборник. Он вышел в нашем Карачаево-Черкесском Книжном издательстве. К сожалению, Очень маленьким тиражом, Что мне пришлось Самой уже Заказывать дополнительный тираж. В начале нашей встречи Сказала, что с тобой Говорить можно бесконечно, И причем обо всем. Но мне очень хочется Сегодня провести Такой блиц-опрос. Готова? Готова. Вырядилась утром в пятницу? Да. Поехали. Что у тебя всегда вызывает улыбку? Улыбка ребенка. Вообще улыбка человека Во мне вызывает Ответную улыбку. Ты веришь в судьбу И в то, что все предрешено? Иногда. Не всегда, Но иногда верю. Какой самый смелый поступок Ты совершила в своей жизни? Ой, если это смелый, Это самый, наверное, Бессошабашный поступок, Когда я летала на дельтаплане. Это было вообще... Никогда бы сейчас уже не повторила Этот подвиг. О чем ты никогда не рассказывала, Но готова сделать это сегодня? Ой, я, наверное, думаю, Что у меня вот таких глубоких Или таких скелетов в шкафу вроде нету. В принципе, Настолько я откровенный человек, Может быть, простой, Простодушный, Что все мои секреты Уже давно всем известны. Даже за миллион? Ой, я не знаю. Вряд ли кто мне предложит миллион, К сожалению. Я же не шоу-звезда. Самые сложные решения, Которые тебе приходилось принимать в жизни? Это, скорее всего, решения, Которые касаются моих детей. Когда ты решаешь судьбу своего ребенка, Когда ты отвечаешь не за себя, А за него, Вот это, наверное, Самые сложные решения. Соглашусь с тобой. Ты следуешь советам ума или сердца? Я человек, живущий сердцем. Хотя я понимаю, Что иногда надо умом думать. Но я очень спонтанный такой человек, Что сначала сердцем, А потом доходит. Ах, надо же было головой подумать-то тоже. Даже сейчас уже в таком немолоденьком скажу. Да не скажи. Все равно, мне кажется, Ничего не изменилось. Не поумнела я. О чем ты мечтаешь, Но не можешь решиться? О, это важно. Даже не могу сказать. Я мечтаю переехать в аул и жить в ауле, Но до сих пор никак не могу решиться. Какие твои годы? Я думаю, ты еще впереди. Еще один вопрос. С каким известным человеком Тебе бы не хотелось Застрять в лифте? С известным? Ой, наверное, С каким-нибудь шоуменом Типа Урганта. Хотя он, конечно, Очень известный, Очень остроумный. Но иногда он так может Одной фразой размазать человека. А я все-таки считаю, Что журналист должен быть Как-то покорректнее. А с Познером Хотела бы застрять? С Познером, да. С огромным удовольствием. Я бы там, наверное, Часа три с ним просидела бы. Ну и последний вопрос. Какая песня могла бы стать Твоим личным гимном? Ой, ты слушай. Я очень много песен я люблю. Я их пою. Вот сейчас вот навскидку Мой личный гимн, Эта песня на тебе сошелся Клина в белый свет. Вот. Если я запела эту песню, Значит, уже я... Значит, все хорошо. Все хорошо. На душе у меня все прекрасно. Завершая нашу программу, Мне хочется пожелать тебе Безусловно, здоровья. Увы, приходит такой возраст К человеку, Когда пожелания здоровья Это не банальные слова, Не банальные пожелания. Тем более сейчас вот в наше время. Тем более сейчас. Ты знаешь, Будь счастливой женщиной, Чтобы тебя радовали твои дети, Чтобы твой внучок Давал тебе повод Еще раз к нему прилететь. Он живет в Москве С мамой. Он говорит, Наночка, Я так тебя люблю. Я тебя обожаю. Я начинаю думать, Вот это на самом деле Это самое высшее счастье. Спасибо. Пусть будет. И возможность, И желание встречаться с ними почаще. Ты знаешь, Все-таки все вышли тебя любят, Ты красивая, Ты талантливая. И мне хочется тебе сказать еще, Чтобы пускай любой путь Будет для тебя открыт. Любой путь, На который встанет Твоя миниатюрная ножка. Спасибо огромное, Гарри. Спасибо за такую теплую беседу, За твое отношение, За этот свет в глазах. Я так люблю этот свет И твою улыбку. И вот эта книга, Я сама очень люблю делать подарки. Это подарок тебе. Спасибо. Она подписана. Это третья уже в моей библиотеке от тебя. Я знаю, что ты любишь, Что ты читаешь, А для меня это очень важно. Спасибо, моя дорогая. Спасибо. И это прекрасное утро, Проведенное с тобой, Останется в памяти. Спасибо. У меня тоже. И нашим зрителям Тоже было с нами хорошо, друзья. Напомню вам, Что сегодня у нас в гостях Была Фарида Седохметова. Народный поэт Карачаева-Черкесия, Член Союза писателей России, Журналист и переводчик, Моя коллега. До свидания, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова